Здравствуйте! В эфире программа «День с толком» в студии Николай Потешкин. Коротко о главных темах выпуска. Массовая миграция, большегрузов, жители Горняка жалуются на шум, мусор и хамство дальнобойщиков, которые гоняют грузовики из-за границы. Нешкольная арифметика, почти 70 миллионов рублей налогов задолжали несовершеннолетние края. Болезни от мыслей или как осенняя хандра может стать поводом для похода к психиатру. Начнем выпуск с проблемы приграничной территории края. Жители Горняка жалуются на нашествие сотен фур из Казахстана. По словам людей, большегрузы разбивают дороги, а их водители оставляют мусор и шумят. Это дальнобойщики, что перегоняют импортные автомобили. Город кишит уже несколько недель. Они заполонили город своими фурами, катаются везде, где только можно. Они не соблюдают правила дорожного движения, ведут себя вообще беспардонно. Подобная ситуация была год назад. Сейчас то же самое или еще хуже? С 1 октября в России вновь повесили утилизационный сбор для импортных автомобилей. Перед этой датой и уже неделю после горняк во власти дальнобойщиков. Они перегоняют в Россию произведенные за рубежом машины. И пока идет процесс растаможки, водители паркуют фуры вдоль трассы и городских дорог, на парковках у магазинах и в других, не предназначенных для этого местах. Жители горняка, едва оправившись после прошлогоднего такого наплыва дальнобойщиков, как город вновь оккупирован большегрузами. Они разбивают дороги и провоцируют местных хамским поведением. По словам жителей, в полицию обратилось уже более 100 человек с требованиями разобраться с водителями, которые напрочь игнорируют ПДД и культуру поведения. Больше 100 километров Чуйского трактора ширят до 4 полос в направлении Новосибирска, точнее между границей Алтайского края и Искитимским на районном Новосибирской области. Решение обосновано безопасностью, считают специалисты. Сейчас большинство лобовых столкновений происходит в местах, где дорога двухполосная. При этом границу Алтайского края в направлении Новосибирской области за сутки пересекают свыше 13 тысяч машин. На выезде из Новосибирска в 4 раза больше. Дорожники считают, что благодаря расширению тракта до 4 полос число ДТП сократится и Чуйский станет еще более привлекательным для туристов. Отметим, на расширение дороги потребуется 38 миллиардов рублей. Работы должны начаться уже в следующем году. Продляться они вплоть до 2029-го. 70 тысяч детей Алтайского края задолжали налоговикам. Общая сумма долга, которая числится за несовершеннолетними жителями региона, превышает 67 миллионов рублей. Такую цифру назвали сегодня в краевом управлении налоговой службы. На Алтае готовятся к очередной контрольной дате. 2 декабря – это крайний срок уплаты имущественных налогов для физических лиц. Подробности у моих коллег. Почти 70 тысяч детей в Алтайском крае имеют долги по налогам. Общая сумма долга – 67 миллионов рублей. Это и за владение транспортом, и землей, и другим имуществом. Такую статистику озвучили сегодня в налоговой службе «Самая, конечно, главная рекомендация – это в личных кабинетах оформить сервис «Семейный доступ», когда родители могут, зарегистрировав ребенка в личном кабинете, подключить его к своему личному кабинету и управлять уже обязанностью по уплате налогов». А всего в 2024 году жителям края начислено больше 4 миллиардов рублей имущественных налогов. По сумме начислений на первом месте, как и в прошлом году, транспортный налог – 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Он затронет полмиллиона налогоплательщиков региона. Налог на имущество предъявлен самой большой долей плательщиков, это 857 тысяч человек. Его сумма – полтора миллиарда рублей – выросла за год на 15%. А вот сумма начислений по земельному налогу – 592 миллиона – немного уменьшилась. «Нету роста налоговой базы, потому что действовал мораторий на увеличение кадастровой стоимости для исчисления земельного налога. С другой стороны, у нас опять выросло количество льготников. Продолжаются, так скажем, эти мероприятия, что у нас наши налогоплательщики оспаривают кадастровую стоимость. В прошлом году по 332 земельным участкам была оспорена кадастровая стоимость или приведена к рыночной». Тем не менее, к 1 сентября этого года долг по имущественным налогам физлиц в крае стал меньше миллиарда рублей. И это достижение, считают в ФНС. Обычно сумма была в разы больше. Хороший результат в управлении связывают с масштабным информированием и упрощением механизма оплаты. Уже 74 тысячи жителей платят налоги через госуслуги. Переход в цифру отражается и на рассылке. 60% оповещений электронные. Как показывает практика, оповещения в почтовом ящике часто не видят. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Ипотека становится все менее доступной. Чтобы позволить себе такое удовольствие, доход семьи в Алтайском крае должен быть порядка 103 тысяч рублей, подсчитали эксперты. Учитывая текущую ставку, приобрести квартиру в ипотеку могут лишь чуть больше 7% семьи региона. По данным исследования РИА Новости, Алтайский край занял 72 место из 85 в рейтинге по доступности жилья с использованием долгосрочного займа. А вот с учетом льготных программ, процент тех, кто может купить квартиру в ипотеку, несколько выше в рейтинге. Это может себе позволить почти 21% семей нашего региона. К слову, лидер по доступности ипотеки – Ямало-Ненецкий автономный округ. На втором и третьем местах, соответственно, Хантамансийский автономный округ, Юрга, Югра и Магаданская область. Ремонт трамвайных переездов в Барнауле отложили из-за срыва поставок шпал. Как сообщили в мэрии, к зиме в городе планировали отремонтировать три участка пересечения путей, но работы до сих пор не начались. Этот вопрос даже рассмотрели на специальном совещании в мэрии. Главный инженер муниципального предприятия «Горэлектранс» Александр Возный рассказал, что капремонт должны были сделать на трех переездах – в трамвайном узле Красноармейской Анатолия, на переезде Балтийская Попова и на площади Октября. Работа встала из-за того, что поставщик не доставил шпалу необходимого качества. С учетом завершения дорожно-строительного сезона доделать капремонт в этом году не получится, сообщил главный инженер «Горэлектротранса». Ремонт трамвайных переездов решено перенести на весну 2025 года. Вандалы в Рубцовске сломали памятник погибшим при терактах детям. Они отломили фигуру плачущего игрушечного медведя с парты и бросили рядом, сообщила газета «Местное время». Напомним, что сквер «Непокоренный» посвящен подвигу малолетних узников концлагерей и блокадников Ленинграда. В 2020 году его дополнили композициями в память о детях, которые погибли в военных конфликтах и при терактах. Правоохранители устанавливают обстоятельства повреждения памятника, идет доследственная проверка. В Следственном комитете края отметили также, что на данный момент памятник восстановлен. На тревогу и депрессию все чаще жалуются жители Алтайского края. Часть это связано с осенью. В межсезонье, утверждают врачи, традиционно ухудшается здоровье у людей с психическими заболеваниями. О том, как обрести душевную гармонию, журналистам рассказали ведущие специалисты сферы здравоохранения региона. Их советами с вами поделится Данил Кузнецов. Мы с большой уверенностью говорить можем только о том, что подавляющее большинство населения испытывает проблемы невротического порядка. Осень, хандра, время сезонных обострений. Психологи считают, что причины появления невроза, иначе говоря, дискомфорта, заключаются в стрессе, проблемах со здоровьем и, главное, внутренних конфликтах. Основной из них – несовпадение желаний с возможностями. И если на фоне этого возникает депрессия или повышается тревожность, врачи говорят, к ним самое время заглянуть. Ничего постыдного в этом нет. Вот психолог, сравнивая проблему с медузой, советует ее немного обесценивать. Она там красивая плавает в подсознании, а когда ее достаешь, она сопля-сопляет, ничего из себя не представляет. Вот так психоаналитик извлекает, находит, обнаруживает эту проблему, достает ее, и она теряет актуальность. То есть пациент, уже понимая о том, каков механизм возникновения его симптоматики, он совершенно по-другому на вещи эти смотрит. Но помощь врача без работы над собой все же капля в море, говорят психологи. Они рекомендуют в первую очередь поддерживать связь с родственниками и друзьями. Во-вторых, необходимо уметь сохранять спокойствие. Важно учиться принимать необратимые ситуации. Попробуйте посмотреть на себя в зеркало, обнаженного. Смотрите ли вы на все части своего тела? Принимаете ли вы все части своего тела? А ведь некоторые... И вот это вот... Это просто эксперимент для того, чтобы словить. А что такое не принимать? Да, это все при мне, но на что-то я смотреть не хочу, от чего-то я отворачиваюсь. И после этого просто себе сказать, я не полностью принимаю себя. При этом в поисках гармонии с собой важна умеренность. Не нужно требовать от себя больше того, что сможешь осилить, иначе сам себе навредишь. Пример тому – переедание. Также психологи советуют улыбаться почаще и быть благодарными за то, что уже имеешь. Еще один немаловажный пункт – прежде всего он адресован подросткам – не завышать ожидания по отношению к друзьям. И еще одна рекомендация касательно уже всех – соблюдать режим дня. Просыпаться примерно в одно и то же время и засыпать до 11 вечера. Как организовать свое спальное место? Это шторы блэкаут, отсутствие света, телефон и телевизор за 40 минут, за час должны отсутствовать. По поводу того, как улучшить сон – это 40 минут прогулки пешей. Для регулярных прогулок психологи советуют завести собаку. Особенно это актуально для пенсионеров. У них появится постоянный источник любви. И поможет пожилым людям поддерживать столь необходимую физическую активность. А где активность – там меньше тревоги и апатии. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле на День архитектора открыли две выставки, посвященные людям, которые во многом определили облик города. Это Георгий Попков и Николай Первушин. Почему спустя десятилетия архитекторы до сих пор равняются на них, расскажем в следующем сюжете. Есть проспект архитекторов. Улица архитекторов есть в Тюмени и Екатеринбурге. Так может быть и нам пора. Свет интеллигенции и свой профессиональный праздник они отмечают здесь, в Доме архитектора. К такому событию открыли сразу две выставки, посвященные 110-летию архитектора Георгия Попкова и столетию архитектора Николая Первушина. Для обывателей эти фамилии могут ни о чем не говорить. Но только не для архитекторов. Спустя десятилетия даже молодое поколение до сих пор равняется на признанных метров. Например, на счету Попкова формирование площади Советов за стройка проспекта Ленина. Конечно, он с собой привнес тот опыт, который получил в Европе. Это очень был интеллигентный, очень образованный, высокообразованный человек, который привнес такую особую культуру в нашу архитектуру города. И, конечно, его знания, его опыт и его взгляды на архитектуру, они во многом предопределили дальнейшее развитие архитектуры города. Над выставкой работал Александр Деринг и родственники архитекторов на протяжении нескольких месяцев. Кстати, дом архитектора на улице Анатолия – заслуга Николая Первушина. Об этом они только узнают посетители выставки. Например, жена Первушина тоже очень известный архитектор, на самом деле, она спроектировала бассейн Оль, она спроектировала автовокзал и многие другие здания в городе, Казаринов. Много-много фамилий, и мы надеемся, что мы дальше будем о них рассказывать, не только об этих двух очень важных личностях, но и о других. Планируется, что выставка будет работать до Нового года. Посетить ее можно по договоренности с домом архитектора. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. Не заметить этот дом не получится. С фасада новой десятиэтажки на Гоголя смотрит сам автор «Мертвых душ». Это задумка, которую реализовала молодая строительная компания «Восход» после обсуждения проекта в мэрии Барнаула. Своим первым в краевой столице домом компания гордится и не только из-за необычного фасада. Он такой один. Небольшая десятиэтажка в центре Барнаула с красивым фасадом, подземной парковкой, большим двором и одним подъездом. Здесь всего 90 квартир, которые уже раскуплены. Выбрали здесь двухкомнатную квартиру из-за того, что здесь очень прикольная планировка, очень удобная. Есть гардеробная и большая кухня с залом. Далеко не каждый застройщик вкладывается в подземную парковку, но руководство строительной компании «Восход» решило, что парковка необходима. Это огромный плюс для жильцов. С каждым годом становится все сложнее припарковать машины. Поэтому мы однозначно решили, что когда мы будем строить дом, будет парковка. Хоть это, соответственно, и более накладно для реализации коммерческой части данного проекта, но это добавляет больше статусность для дома и для удобства. Тем самым освободили место для большого двора, где могут гулять детки и мамы с колясками, не беспокоясь, что автомобиль нарушит их спокойствие. Следить за порядком в доме будет сам же застройщик, создав собственную управляющую компанию. Руководство уверено, только так можно обеспечить сохранность. Продолжат и благоустраивать прилегающую территорию. Поскольку первый дом компании «Восход», поэтому не стали экономить на фасадах, на благоустройстве. Сделали благоустройство прилегающей территории, шходную зону в улице Гоголя. В дальнейшем планируем до Пушкина протянуть это благоустройство. В планах «Восхода» продолжать строить недорогое и качественное жилье. Деньги для молодой компании не главное. Комфорт и удобство жильцов в приоритете. И еще дома должны выделяться своей изюминкой, которой здесь стал сам Гоголь, чей облик на фасаде здания виден издалека. И к новостям спорта. Футболисты «Динамо Барнаул» продолжают хандрить. В очередном матче они уступили волне из Нижегородской области. Чем обусловлен такой результат и как обстоят дела у других команд-мастеров, расскажет Дмитрий Дроздов. В рамках первенства России «Динамо Барнаул» на своем стадионе принимал волну из Нижегородской области. Хозяева очень хотели победить. Это видно по немалому количеству атак и ударов по воротам. Но этого оказалось недостаточно. Волна забила два безответных мяча на 33-й минуте с пенальти и в самом конце встречи на 92-й. Победа гостей 2-0. Картина в турнирной таблице у барнаульцев все хуже. 11-е место, 6 побед, 5 ничьих и 13 поражений. У «Динамо» еще есть две игры в сезоне. Остается надеяться, что порадуют своих болельщиков. Избыткое желание забить, оно перехлестывает где-то свои какие-то эмоции, поэтому не идет. Были моменты хороших подходов, но это футбол. Зеленого поля переходим на ледовую арену. В серии домашних игр хоккеисты «Динамо Алтай» завершали матчем против «Сканевы». До этого барнаульцы уступили санкт-петербургскому «Динамо» 0-1 и 1-4 «Московской звезде». А также обыграли «Юнисон» 3-2. Перед последней игрой настрой был исключительно на победу. На четвертой минуте матча хозяева вышли вперед, но гости не опустили клюшек, ответив тремя безответными шайбами. Как итог, «Сканева» побеждает 3-1. Теперь «Динамо Алтай» отправляется на выезд. Омск, Курган и Ханты-Мансийск. Дмитрий Дроздов. День с толком. На этом у меня все. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok